Друзья, очередной экземпляр Бэшечка, пятерка С Техаса, с Хьюстона За классную цену Классная тачка С небольшими Изъянами такими Но машинка прикольная Только что забрал Смотрите, какие колеса они обалденные Бибис Найс Значит, тачка у нас Называется 550i Моторчик у нее Я так полагаю 4,4 4,4 В общем, подрывает Думаю, что авто нормально Светок подрывает, не М3, но тем не менее Ну, дряночка обалденно, так смотрится Ну, так Для ее года отлично 2006 год, ребят Старичок, но Для 2006 года она смотрится Шикарно Потому что это BMW Сейчас грузим ее И выдвигаемся за Ford'ом За предпоследние машины в Хьюстоне А дальше уже я в Луизиане буду забирать Вернее, в Алабаме буду забирать остальной Honda Accord Дошку ставим на хвост Потому что она такая Легкая И будет сниматься А Ford'а уже протяну сюда внутрь В общем, нахожусь на каком-то турбинном заводе Ребята Забираю вот такого вот кабанчика Шутка Иду за 150 Такого я точно себе не поставлю В общем, тут какие-то Производят прикольные машины С такими трубами Не знаю, для чего сейчас Газлер фирма Что-то высасывают, короче, они Откуда-то Вот А я иду забирать Вот этот 150-й Ford'ец Сказали, что он может не завестись Но я попробую Да, он даже не открывается, похоже Пультик не работает Так Попробуем Попробуем его завести Полностью мертвый Открываем капот Сейчас пойду возьму аккумулятор Портабильный Пхорбл Пхорбл аккумулятор Чтобы завести эту машину Она дохлая Вот так паркуются здесь риферы Здесь супер узко Мужик вообще красава На таком кинворте Залетает Четенько Сейчас мы бэшку эту снимем Да, сейчас я все поснимаю сначала А потом уже пойду за Ford'ом Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот пикап Наконец-таки мы его завели Смотрите, какая дела Даже ступеньки есть Texas Edition Интересно, что это означает Техасский вариант Форда Пикапа Какая разница между Техасским и не техасским Такой он грязненький, рабочий весь Фи-фи-фи Долго стоял, не заводился Пришлось Взять booster box Чтобы его завести Треснутое стекло У него лобовое Почему он такой же? О, ничего себе Что это такое? Прикольно Боковые что ли ступеньки? Чтобы залазить Что-то доставать Let's go Да, товарищи Места он занял немало Такая длиннющая штука Это просто Не знаю Наверное, я сейчас B-шку задом А корда уже на хвост Crazy-crazy Может быть, B-шку даже передом Такая симпотная B-ха Мне нравится Беленькая Старая, правда Но еще ездит Малости 120 тысяч пробег Вообще, в принципе, немного Да, товарищи Слишком длинная машина Постоянно с пикапами У меня проблемы B-ха вроде обычная Смотрите, как она встала Она просто сюда уже встанет Только мини-купор А у меня все-таки Хонда Аккорд Не знаю, что делать Может, передом ее впихнуть Шанс был Что перевеса не будет Мотором разверну туда Не знаю Не знаю Так вроде более реально Машину поставить Даже места чуть больше стало Еще, может, нос Подлезет под низ Второй машины Еще попробуем Главное, чтобы перевеса не было И все остальное В принципе Изи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Змеи и аллигаторы здесь водятся Прикиньте Вот в этой канале Это нереально А вон там пасутся коровки А видите, ну что, не заметите этот знак Выйдите, какой-нибудь аллигатор Как схватит за лапу И все, как говорится, приплыли Опасное место, Техас, ребята Безусы, что-то, 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 что-то Сейчас немножко еще перекусим Ребят, смотрите, что у меня есть Курочка на гриле с гречкой Синдерейчик, редиска Яблочный испанский какой-то Лимонад Прикольный, кстати Техасик купил Сейчас посмотрим какой-нибудь ролик И двинемся дальше в путь Нужно сегодня проехать часа, наверное, еще Четыре, я думаю Чтоб завтра успеть забрать машину В общем Работаем еще, работаем Прекрасное утро в Миссисипи Друзья Едем за Хондочкой Забираем на заводе Кондо в Алабаме В бэушную машинку Я думаю, рабочего какого-то Вот Туда пути Примерно нам Я думаю, километров 400 еще ехать По километрам А по Майлоджу, конечно же Немножко меньше Сейчас я вам скажу Сейчас я вам скажу Сколько туда Добираться мне Хонда Драйв Витя 1800 Хонда Драйв Даже улица называется Хонда Интересно Вообще в Америке есть все заводы Насколько я знаю Ну или очень много Производителя здесь Строит 335 миль Четыре вечера там По идее, должно быть Ну, добрый путь Он виднеется сзади Знак Миссисипи Синий У меня зум туда не дотягивается Город называется у нас Линколь Линколь Солярочка здесь На дешевой заправке 3,25 В Алабаме А на пилоте А, даже 3,17 кэш Наличка 3,17 А на пилоте Я вам скажу 3,36 И 3,30 Дальше Вот такие расценки На данный момент 12 октября На юге штатов На солярку Дороговато, ребята Я вам скажу Поднялась солярочка Центом на 40 И это очень ощутимо Грузы не поднялись Так много Поэтому это ощутимо Для заработка сразу Полторы милии Мы на месте В силу В 600 ф, Турн райтон Раклейбурн На маклейбурн Влэн Принадцатину В райтон В 420 ф Ух Дальше Их вообще Они длинны И длины И они И народ Прикон Прикон И в моей идее Их Если вы Дальше Прикон Райс И Прикон Райс Са Прикон Дальше Приктет Райс И Дальше В общем, что он сказал, запаркуйся сбоку, сейчас кто-то за тобой приедет и подвезет себя к этой машине, и все будет окей. Значит, люди уже об этом знают, что я приеду, это уже немножко успокаивает, потому что до этого времени я не мог дозвониться по поводу этой машины. И думал, ну опять, проблема, сюда ехать очень долго, думаю, если сейчас не заберу эту машину, то придется искать новую, а сегодня суббота, что там найдешь в выходной день, ну понятно, вот так. Ну пока, ребятки, сидим, ждем эскорт, когда подъедут за нами. Самое главное, что здесь погода обалденная, и можно работать вообще без проблем. Снега нет, у нас уже скоро, наверное, снег выпадет, у нас чистится, здесь в Алабаме просто идеальная погода. Так что, приятно очень работать в такой погоде. Первый рейс у меня, конечно, вот такой комом пошел после отпуска, очень так сложно втягиваться, но уже когда едешь домой, уже, кажется, приятно. Подъехал. Человек говорит, поехали за мной. Едем за ним. Вот она наша машинка, Honda Accord 2009 года. Не знаю, мгновенок это рабочего машина, люди сами не знают, чья это машина, но на ней всего лишь 13 тысяч пробег. Немоверно, на ней вообще не ездил никто. Толком. Попробуем ее загрузить, она достаточно длинная, а места у меня мало. Сейчас, Navigation System, крутяк. Крутая тачка. Хонда. Интересная такая вся в наклейках. Так, посмотрим, если она у нас залезет. Так. Вряд ли. Тормозов у нее нету, ручника. Легко заходит. Подъехала какая-то секьюрить. Вопросы задают. Непонятные. Они тут по ходу коммуникации между собой не имеют. Так. Да, машина, ребята, не залазит. Это проблема. О, капец, проблема, да. Ничего себе, насколько она не залазит. Мамородная. Что-то делать. Это жесть. Это жесть. Чуть-чуть-чуть. Сейчас будем выдвигать рампы. Боюсь, что перевес не будет. Так, заводим барху, ребята. И выгоняем ее отсюда. Она, капец, у нас длинная. И неповоротливая. Она у нас очень длинная. И поэтому нужно ее отсюда вытащить. Иначе ничего мы не поместим с вами, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, она у меня и вылазит. Прикольно. Пойду. Взвешиваюсь потом на выезде. Уже через аппликейшн этот. А пока в душ, в душ, в душ. Тут, кстати, меняют резину на пилоте тоже. 99 долларов в час берут. No call out fee. Прикольно, не сильно дорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро, друзья, штат Кентуки. Нас встречает дождем. Вечером я заметил, что у меня здесь случилась вот такая вот ерунда. Смотрите. Не оторвался кусок, кусок ремня, прям перетерся где-то здесь. Не знаю, как это случилось, но он напополам развалился. Сейчас нужно подкрепить его новым ремешком. Это машинка легкая сзади, но видно, где-то черканул, знаете, с-под низу и обрезал ремень. В общем, он сейчас висит у меня на одном ремешке. Как видно. Сейчас накинем второй на него и третий. Чтобы можно было сто процентов быть уверенным, что машина не улетит. В общем, направляемся домой. Практически уже три четвертых проехали. Ну, можно сказать, полпути домой проехали. Вот это уже куда более безопасно. Смотрите, длину, все крепенько, хорошо. Да, ребята, дождик, наверное, это у нас остатки. Остатки урагана Майкл накрывают. Такая сразу холодная погода осенняя. 210, наверное. И моросит такой вот маленький дождь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какие тачки, ребята. Вот это кархоллер, я понимаю. ПРАВИТ ОНОР. Это не перевозчик для кого-то, для себя взят мужик. Вообще крутые автомобили, ничего себе. Я даже их не модели, не знаю. Они вообще без всяких обозначительных, как говорится, знаков. Ну, а резина сзади, походу, рейсерская какая-то. Гончая. Или дрэгрейсинг, или что-то такое. Красавчики. Глышаки такие. Прикольные авто. Они, видно, только ремонтируются для будущих гонок. Это на Волгу похоже. Вот это челленджер какой-то. И пикап-трачок с новой подвеской, с новыми мостами. Видно, строят. Рама старая, видно. Все остальное вообще нулевое. Трансмиссия нулевая. Кабина реставрированная. Также и кузов. Красава, красава. Вообще тачки. Случайно заметил на заправке. Куча резин везут с собой. Все это переезжает на 379-м. Питер Билтин. Хорошие автомобили. Все твои? Очень хорошие. У тебя тоже машины. У тебя машины? Что ты идешь? Ты пытаешься рейсить на эти вещи? Да. Боди-шоп? Очень хорошие автомобили. Любим. Спасибо. Хозяин этих машин. Прикольно. Иногда встречают такие автомобили. Идем на заправку, ребят. Заправляться. Сейчас подзаправим быстренько коня. Потому что у меня осталось только четверть бака всего лишь. А тут солярка еще вагая по цене более-менее. Думал заехать к индейцам. Там по 2.99. А тут, как бы, получается, по 3.15. Но дело в том, что здесь поинты хорошие на этой заправке. Если заправляюсь через программку пилотовскую. И душ. Как бы то на то и выходит. И качественнее солярка, чем у индейцев, я думаю. Вот. Сейчас глянем. Тут что? У нас по ремням. Держится мой еще ремень. У нас все окей. Внимально. А то слетел с утричка. Это ли вчера. Ремешок кто? Вообще порвало его пополам. Бэха тоже ничего. Бэха вообще, видите, как зацепил. Какая конструкция. За саму эту штуку двигающуюся. Потому что сюда близко цепляешь. Вот эта штука бьет под кузов. Поэтому. Безопаснее. Так, как есть. Ну что. Заправляемся. Вон эти ребята поехали. С гонящими тачками. Вот этот полностью Питер Билд. С тремя. И этот мужик с трейлером. И мотоциклами. Вообще, у меня подошел. Спросил. Он говорит. А у него есть body shop. Он реставрирует машину в сеть. Как бы сам не гонщик. Просто их ремонтирует. Интересные, конечно, экземпляры. Такие не увидишь каждый день. Ребятки, смотрите. Что можно приобрести за поинты. Когда заправляешься на пилоте. Можно взять супчик. За 4 доллара. Два кусочка пиццы. За 5 долларов. Это 9 долларов. И еще у меня осталось на 3-4 бакса. Которые можно будет потратить. Также. На пилоте. И еще и душ добавок. Вот привилегии заправляться на хороших заправках. Вместо дешевых. Хотя. Иногда выгоднее на дешевых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья. Начинаем утреннюю перегрузку. В утреннюю зарядку, как говорится. Я уже в Нью-Йорке. Нью-Йорк нас... Ай-яй-яй. 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 Воды нету. Нью-Йорк нас встретил погодой холодной. Уже достаточно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Такая погода была. Доехал до индейцев. Индейцы. Это заправка. Постоянно где заправляюсь. По хорошей цене. Все трещит. Клепит. Вот. Вот она эта заправка. Возле нее я запарковался вчера. Уже в районе, наверное, 11 вечера. Так. Вроде бы съехали. С треском мы съехали. А что она сейчас пристает задача, ребят, перегрызиться немножко, потому что машина стоит неудобно. Вот. Нужно будет снять этот Мерседес. Вернее, отдать Мерседес. Но чтобы его отдать, его надо вытащить. А еду я сейчас в город Баффало. Город Баффало. Который находится совсем близко. Поэтому в самом городе перегружаться не очень удобно, потому что понедельник, сейчас будут трафики с утра. Очень будет некомфортно. Но пока мы здесь, тут свободно, тихо на заправке. Сейчас мы их сдернем, эти машины. Поставим как нужно. И все. Мерседес я кину сюда на край, чтобы только скатить его. А Хонду уже прогоню вперед, за ней поставлю БМВ. Так как... В общем, машины вот эти... Идут домой уже. Они нужны только наверху. При загрузке уже будем их скидывать, а пока они стоят наверху. А вот это у меня следующее. Это в Нью-Йорке. Тут она и остается. Вот такой вот план работы на утром. Небольшая зарядка. И будем ехать работать. Знаете, такая интересная машина эта. С какими-то наклейками. Дрим-Драйвер. Тим-HMA. Диск один белый. Другой черный. 2009 года этот аккорд. Такое интересное. Может быть, какие-то гонщики на нем гоняли. Я не знаю. Такой разрисованный автомобиль. На капоте также наклейка. Ну так солончик. Кожаный. Ухоженный достаточно. Ну как ухоженный. Незамызганно. Неубитый хлам. Для 14 тысяч пробега, в принципе, он в таком состоянии должен быть. Какой? 13 тысяч пробега. Если я не ошибаюсь. Ну, паутина растет здесь уже. На навигации. Поручник. Такой поломанный весь. Может быть, это не оригинальный пробег, я не знаю. Машина выглядит не старая. Ну, люксовый. На коже. С мультимедийной системой. Навороченный. С климат-контролем. Сейчас мы ее скатим. Сейчас мы ее скатим. Такие эти хорошие, мне нравятся. Комфортные по салону. Такие. Сейчас мы ее поставим рядом с БМШ. Откроем окошко. Я всегда так делаю, чтобы машина не закрывалась сама. Бывают такие ситуации. Сборев электроник, все закрываешь двери, а вот флоп. И все. Еще вытаскиваю Mercedes. Клиент уже ждет эту машину, не дождется. Еще вчера ждал, но мне пришлось его огорчить, сказать, что извини, друг. Не получается у меня здесь приехать, потому что у меня лакбук, вот этот мой, который контролирует нашу всю езду. Он не позволяет мне доехать до конца. И поэтому я буду сегодня, как я ему сказал. Но он был не против, так что все-таки. Доставим машинку в целости и сохранности. И все будет хорошо. Аккуратно сижу, но я не до конца опустил этажи, потому что у меня там стоит пикап. Чтобы пикап не выгонять, нужно этажи до конца не опускать. Но это грозит тем, что нужно оторвать передний бампер, если неаккуратно съезжать. Если съезжать аккуратно, все будет хорошо. Ну вот как-то так. Сейчас, значит, Бэха, Хонда, Марс на низ. Будем, наверное, какой-то кофе возьмем и выезжаем. В общем, весело. Утром у нас на селе, как говорится, понедельник начался. Общага, где все живут. Еду, наверное, туда все-таки. Университет Баффало. Да. Главное, что было, где развернуться, потому что там, я смотрю, можно упереться в тупичок. Не люблю тупички. Приходится задом сдавать долго. Доставляет некий дискомфорт в моей работе. Все, ладно. Буду звонить клиенту, пускай он выходит на улицу, забирает свой Марселес-Бенц. Плодит гороши. И мы поедем у вас в Айаси. Славный город Рочестер. Там у меня до пяти работает заведение, в котором нужно скинуть пикапа. А дальше уже домой-домой. Все, ребята, лет's go дальше. Скинули Мерса. Погода еще хуже испортилась. Начался дождик сильный. Тут, конечно, уже глубокая осень. Все облетает. Листья падают. Холодно. Но красиво. Вот она, ребята, первая поломочка на 250 баксов. Это такая, что я не могу ехать поломочка. Сейчас объясню. 250 долларов. Это у нас клапан, который находится сзади. Смотрите. Вот этот клапан. Он у меня крякнул. 40 тысяч миль, 42 тысячи миль. На спидометре. Эта штука уже не работает. Сейчас объясню. Завожу машину. Завожу тачку. Нажимаю тормоза на трейлер. И все. Чтобы уехать, нужно отпустить на трейлер тормоза. Но это не происходит, потому что здесь идет потеря воздуха. Схватан из-под низу выходит воздух. Слышно, да? Я уже его и убил, и стукал. Бесполезно. Я думаю, что ему пердык. Только что поехал, купил новый. Мне повезло, что была дилерская Volvo рядом. Стоит эта штука 250 долларов. Так, я знаю, что есть гарантия и все такое, но время дороже. 250 долларов можно, как говорится, с хамом. А вот время уже нет. Вот он, этот клапан новый. Сейчас буду его менять. Прямо здесь. Сложного, в принципе, ничего нет. Нужно вытащить все эти шланги. Открутить те шланги. Открутить сам клапан от фрейма. Поставить новый. И, как говорится, надеюсь, что все будет окружено. Посмотрим, если у меня есть достаточно инструментов для этого дела. Я, как бы, вроде с собой вожу, но... Если нету, то немножко будет некомфортно. Придется идти вот туда и просить инструмент. Такие вот дела. И вот тут шипит. Слышите? Да, бывает, бывает. Новый трек Вольво. Еще, смотрите, сразу вам расскажу. Вот 40 тысяч миль, да? 42-185. i-Shift. Наш любимый. Manual не работает на i-Shift. Мануалочка не работает. Не могу переключаться по механике. Ни одна из этих кнопок не работает. Не знаю, что. Может, центр, может, какой-то фьюз. В общем, надо заезжать. Делать, смотреть. Пока этого на это время нету. Езжу так уже. Manual не пользует ее еще. Что еще? Ну, так все вроде нормально. Пока никаких нареканий нету. Вот такие мелочи. А, еще, когда приехал с отпуска, месяц трек стоял. Фэн-клач у меня постоянно работал некоторое время, дня 4. Вот потом, как говорится, саморемонтировался. Сейчас все нормально, работает он когда надо. Не на постоянной основе. Фэн-клач это вентилятор. Все окей. В общем, такие дела. Пошли менять этот клапан. Надеюсь, что все получится. Давайте. Короче, ребята, это не клапан. Я не знаю, что это такое. Это не клапан. Реально. Обидно. Обидно. Будет поднизу так же. Что бы ерунда, а? Короче, не поверите, ребята. Починился. Сам по себе трейлер. Уже работаю, скидываю машину. Сегодня, на сегодня последнюю. Я думал, что здесь везде, короче, опоздал. Думал, что я закончил разгрузку. Но, увы. Короче, знаете, что было? Тормозная камера на прицепе. Была проблема. Я по ней стукнул молоточком, как мне подсказали. Добрые люди. И у меня начался закачиваться воздух в трейлер. В подушке. Отпустились тормоза. Все стало на свои места. Так что, ту деталь, которую я поменял, это было зря. Это была проблема не в траке. Вот. Ну, уже поменял, поменял. Может, потом ее сниму. Поставлю назад свою. И поеду сдам. А может, забуду просто, да, и все. Не знаю. Слишком много суеты. Но самое главное, что все сейчас работает. Едет. И нужно будет посмотреть просто в следующий раз все брейк-чемберы. Все тормозные камеры. Или как они там называются. Ресиверы эти. На трейлере. Видно, стоял трейлер. Немножко, может, что-то зажавело. И заклинил. Подклинил. Так что, такие дела. Ну, слава богу, уже работаем. Потихонечку. Вот. Осталось три машины. Завтра начинаю возить по месту машины. Короче. Будет интересно. Покажу. Что за новая работа у меня. Если все сложится. Продолжение следует.